Министерство юстиции США запретило правоохранительным органам использовать удушающие приемы без должных оснований, а также ограничило возможность полиции проводить рейды без предварительного предупреждения. Так говорится в заявлении ведомства. Видимо, в начале о том, что рейд будет проведен, нужно предупредить преступников, а потом его проводить. Вот теперь такие правила. Министерство юстиции сегодня объявило, цитируя касающиеся всех структур правоохранительных органов правила, которые запрещают применение удушающего захвата сзади и сжимания сонной артерии, за исключением случаев, когда применение смертельной силы допустимы, уточняется в заявлении Минюста. В ведомстве уточнили, что исключение для применения удушающего приема может быть сделано лишь тогда, когда у офицера полиции есть обоснованное предположение, что задерживаемое лицо представляет непосредственную угрозу смерти или ранения полицейского или другого лица. Укрепление доверия между правоохранительными органами и обществом, которым мы служим, наша основная миссия в Министерстве юстиции. Так заявил генпрокурор Мэри Гарланд, комментируя данный запрет. В мае 2020 года, напомню, полицейский задержал афроамериканца Джорджа Флойда и надавил ему на шею, после чего тот скончался. Через полтора часа, правда, после этого удушающего приема, после убийства Флойда активную поддержку получило движение Black Lives Matter. Данный инцидент привел к масштабным протестам, к убийствам, к грабежу, к насилию, ну и, естественно, протестам против полицейского насилия, на которых широко использовался лозунг «Я не могу дышать». Последние слова погибшего Флойда, кстати, если мы знаем, это традиционный мем при задержании афроамериканцев еще с июля 2014 года. С ареста Эрика Гарнера, который незаконно продавал сигареты Паштушина и был задержан за это, во время ареста он как раз и начал кричать «Я не могу дышать», но это и повторил Джордж Флойд. Экс-полицейский Дерек Шовин, виновный смерти Флойда, получил 22,5 года тюрьмы. Кстати, четверо бывших полицейских города Миннеаполя, штата Миннесота, отказались на заседании суда признать свою вину в нарушении конституционных прав темнокожего Джорджа Флойда. Федеральное бюро жюри предъявило бывшим полицейским обвинение в мае. Дереку Шовину, ранее признанному судом штата Миннесота, виновным в убийстве Флойда, инкриминируется лишение его права на свободу, в том числе от необоснованного удержания и применения силы, как сказано, сотрудникам полиции. Джей Александр Кьюн и Ту Тао обвиняются в том, что они нарушили права Флойда, не вмешивая ситуацию с неправомерным использованием силы. Шовин, Кьюн, Ту Тао и Томас Лейн также обвиняются в том, что не оказали афроамериканцу необходимую медицинскую помощь. Заседание суда прошло в формате видеоконференции. Шовин вышел в эфир из тюрьмы. Обвинения в убийстве рассматриваются на уровне штата. Шовин, как я уже сказал ранее, отбывает срок 22,5 года за убийство Флойда. Позднее состоится отдельный процесс над Кьюном, Ту Тао и Лейном. Им инкриминируется преступная халатность, пособничество в непредумышленном убийстве и подстрекательство к нему. Они предстанут перед судом штата позднее. Нарушение конституционных прав – это уже федеральное преступление, требующее отдельного судебного процесса. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы. Я напомню, Флойд умер через полтора часа после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая прошлого года Шовин применил жесткий удушающий прием. Уже на следующий день всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Система контроля качества публикации в социальной сети Facebook позволяет некоторым пользователям, имеющим большую аудиторию, размещать в своих постах нарушающие правила сообщества, материалы. То есть все мы равны, но кто-то у нас ровнее. Такие публикации нередко остаются незамеченными модераторами. Об этом изучив ряд внутренних документов компании-владелицы соцсети, пишет Wall Street Journal. По данным издания, система ExCheck, более известная как «Перекрестная проверка», была разработана компанией Facebook в частном порядке и направлена на защиту миллионов популярных в соцсети пользователей от ответственности за содержание их публикаций. В этот список, к примеру, входят знаменитости политики и журналисты, которые занесены системой в так называемый «White List», «Белый лист». Таким образом, пишет Wall Street Journal, в 2019 году бразильский нападающий французского футбольного клуба Paris Saint-Germain Neymar опубликовал в Facebook фотографии обнаженной женщины, ранее обвинившей его в изнасиловании. Тогда, прежде чем администрация социальной сети удалила публикацию после многочисленных жалоб, эти снимки увидели десятки миллионов поклонников футболиста. 7 сентября Facebook уличили в чтении личных сообщений WhatsApp. Так, по данным независимой некоммерческой службы новостей про паблика, социальная сеть платит более 1 тысячи контактных сотрудников по всему миру за чтение этих якобы конфиденциальных и зашифрованных сообщений. Люди на оплате около тысячи контрактных сотрудников, которые за нами подглядывают и смотрят за всем за этим. Соучредитель Apple Стив Возняк объявил о создании собственной космической компании Privateer Space. Создается, цитирую, непохожая на другие частная космическая компания Privateer Space, написал Возняк в Твиттере. Он также опубликовал ссылку с краткой видеопрезентацией предприятия на YouTube. В ролике говорится, что Privateer Space основана Возняком совместно с американским инженером и гендиректором робототехнической компании Ripcord Алексом Филдингом. Кроме того, создатели отмечают, что новая компания, как они говорят, будет работать над тем, чтобы космос стал безопасным и доступным для всего человечества. Подробную презентацию Privateer Space проведут на технологической выставке AMOS Tech 2021, которая уже проходит с 14 по 17 сентября. Вот она началась с 14 сентября. 25 июня компания британского предпринимателя, напомню вам, Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, получила одобрение Федерального авиационного управления FAA на запуск клиентов в суборбитальные полеты из Нью-Мексико. Предприятие уже начало продажу билетов на свой космоплан SpaceShipTwo. Цена одного места стартует 450 тысяч долларов. А 20 июля создатель Amazon Джефф Безос отправился в суборбитальный космический полет на корабле New Shepard, изготовленном его аэрокосмической компанией Blue Origin. Он продлился около 11 минут этот полет. Управление кораблем проходило в автоматическом режиме. Пассажирами корабля, помимо Безоса, стали его младший брат Марк, 82-летняя профессиональная летчица Уолли Фанк и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Собака вытащила из огня спасшего четырех сестер мальчика. 13-летний Бриар Амар из города Вебстер в штате Висконсин спас четырех своих сестер от пожара, вытащив их из полыхающего дома. Однако, когда он стал пытаться сам потушить огонь с помощью огнетушителя, то начал задыхаться. Возгорание произошло в тот момент, когда родители детей отправились в магазин. Девочки почувствовали дым, а когда посмотрели на детский манеж, то увидели, что он в огне. Амар вывел из дома четырех сестер и, убедившись, что все в безопасности, решил вернуться и потушить пожар. Цитирую. Я поднялся наверх, где был основной очаг пожара, и там я просто не смог дышать. Я не мог ничего видеть. Я уже почти упал, как почувствовал, что собака начала тереться рядом со мной. Я ее схватил, и она вытащила меня оттуда, сообщил мальчик. Но так собака, собственно, спасла этого мальчика. В результате пожара, отмечают средства массовой информации, дом полностью сгорел. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Ну и накануне Йом-Кипур. Простите, если что-то было не так. Желаю всем нам быть вписанными в книгу жизни. Всего доброго. До встречи.